Добрый вечер, РФТОВ! Этот материал предназначен для изучающих иврит на продвинутом уровне. Сегодня мы сравним глаголы ПААЛЬ, у которых последняя буква корня ХЭТ или КАВ. И это будут глаголы в будущем времени. Первый глагол, который я возьму, это ЛИСМОХ. ЛИСМОХ это полагаться на кого-то. И мы обращаем внимание, здесь у нас последняя буква корня КАВ, и мы слышим ЛИСМОХ. Давайте сравним с другим глаголом ЛИСМОА. ЛИСМОХ это радоваться. И уже по звучанию этого глагола мы понимаем, что последняя буква корня здесь ХЭТ. ЛИСМОХ. Мы слышим безударный АХ, звук АХ в конце слова. И мы понимаем, что здесь у нас ХЭТ, последняя буква. Если бы я написал здесь букву КАВ, то мы этот глагол прочитали бы как ЛИСМОХ или ЛИШМОХ. Например, но никак не ЛИСМОХ. Кстати, глагол ЛИСМО с буквой ШИН нужно просто запомнить, что буква ШИН в этом случае передает звук в этом корне. Передает звук С. Чтобы нам сказать в будущем времени, получить глагол будущего времени, мы строим будущее время глаголов ПАЛЬ данного типа из неопределенной формы. Я, например, хочу сказать ОН будет полагаться. Я вместо приставки неопределенной формы ставлю приставку, если это ОН, это будет приставка ЮН. ЮТ, и у меня получится ИСМОХ. ГУ ИСМОХ. ОН будет полагаться. Теперь я хочу сказать ОН обрадуется. ОН будет радоваться. То есть я тоже вместо приставки ЛАМЭТ ставлю приставку будущего времени. Но из-за того, что последняя буква корня ХЭТ, я убираю ВАВ здесь. Когда последняя буква корня у нас ХЭТ ВАВ убирается. И я должен прочитать ИСМАХ. Не ИСМОХ, а ИСМАХ. Если вам непонятно было то, что я сейчас сказал, в описании к этому видео ссылки на другие материалы, которые помогут вам подготовиться к просмотру этого урока. Давайте скажем, ты обрадуешься при обращении к мужчине. Это будет ТИСМАХ. Я прибавил приставку ТАВ. И основа у нас не СМОХ, а СМАХ здесь. Сравним с глаголом ЛИСМОХ, ты будешь полагаться. Приставка ТАВ. И основа СМОХ, ТИСМОХ. А ТАТИСМОХ при обращении к мужчине, ты будешь полагаться. ТИСМОХ, ты будешь полагаться. ТИСМАХ, ты обрадуешься. Давайте скажем, мы будем полагаться. И это будет НИСМОХ. СМОХ, скажем, мы обрадуемся. И это будет НИСМАХ. То есть на слух эти глаголы отличаются. И внешне разные буквы. Мы почувствовали различия. Когда у нас возникает проблема, если мы хотим сказать глагол в будущем времени, у которого есть окончание. Например, ты будешь радоваться. Женщине мы скажем. Это будет ТИСМЕХИ. АТ ТИСМЕХИ. А теперь давайте скажем. Ты будешь полагаться на кого-то. АТ ТИСМЕХИ. И ТИСМЕХИ звучит точно так же, как ТИСМЕХИ, ты обрадуешься. То есть здесь уже по контексту нам придется понять. У этих глаголов будет у нас проблема в случае, когда мы прибавляем окончание. Они будут звучать одинаково. ТИСМЕХИ. Ты будешь полагаться. И ТИСМЕХИ. Ты обрадуешься. Пишется по-разному, а произносятся одинаково. По аналогии с этим, вы будете полагаться на кого-то ТИСМЕХУ. Вы будете радоваться ТИСМЕХУ. Звучат одинаково. Пишутся по-разному. Корни разные. Звучат одинаково. Они обрадуются ТИСМЕХУ. Они будут полагаться на кого-то ТИСМЕХУ. И тоже ТИСМЕХУ, ТИСМЕХУ. Глаголы звучат одинаково. То есть в случае, если у нас есть окончание, то последняя буква КАФ или ХЭТ нам непонятно, о какой букве идет речь. Я возьму еще пару глаголов. Давайте возьмем глагол. Например, ЛИШПОХ. И ЛИШПОХ – это выливать. Вылить. И я возьму глагол ЛИШЛОХ. И ЛИШЛОХ – это послать. Отправить. Чтобы сказать «ОН выльет», я убираю приставку «ЛАМЕТ», добавляю «ЮТ» – стандартную приставку будущего времени. И у меня получается «ГУ ИШПОХ» – «ОН выльет». «ОН пошлет», я прибавляю приставку «ЮТ». Но мы договорились, что когда у нас буква «ХЭТ» последняя, то основа теряет букву «ВАВ». И вместо «ШЛОХ» у нас будет «ШЛАХ». «ОН отправит», «ОН пошлет», «ИШЛАХ». Сравним. «ОН выльет», «ГУ ИШПОХ». «ОН пошлет», «ОН отправит», «ГУ ИШЛАХ». Здесь у нас отличаются на слух. Легко понять, какая буква у нас последняя в корне. Давайте скажем «Мы выльем», «АНАХНУ», «НИШПОХ». «Мы отправим», «АНАХНУ», «НИШЛАХ». Здесь тоже все просто. Если я хочу сказать, например, «ОНА выльет», это будет «ГИ ТИШПОХ». И «ОНА отправит», «ГИ ТИШЛАХ». Проблема у нас возникает, когда мы прибавляем, помимо приставки, еще и окончание. Например, давайте скажем «Ты выльешь». Это женщине мы говорим. И у нас будет «ОТ ТИШПОХИ». То есть при прибавлении окончания у нас буква «ВАВ» пропадает. «ТИШПОХИ» – это «Ты выльешь». И «ТИШЛЕХИ» – это «Ты пошлешь». И мы обращаем внимание, что по звучанию «ТИШЛЕХИ», «ТИШПОХИ» нам непонятно, какая буква корня последняя. То есть если я здесь поставлю букву «КАВ» по ошибке, то этот глагол я тоже прочитаю как «ТИШЛЕХИ». И мне нужно проверять при помощи неопределенной формы. «ЛИШЛОХ». Там я четко слышу «АХ» в конце безударное, значит будет «ХЭТ». И, например, «ТИШПОХИ», если по ошибке я написал «ХЭТ», то тоже «ТИШПОХИ» как бы тоже нужно так прочитать. И мне непонятно, какую букву здесь писать. Я проверю при помощи неопределенной формы. «ЛИШПОХ». Там мы слышим «ОХ» в конце, то есть явно буква «КАВ». И поэтому в слове «ТИШПОХИ» я тоже напишу «КАВ». То есть проверка идет при помощи неопределенной формы. Я очень надеюсь, что это было несложно, понятно, пригодится. Спасибо за внимание. С вами был Марк Лейтраут. До свидания.